Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных 50-летию начала строительства БАМа. Его возводили представители всех советских республик. Командиром первого отряда комсомолец Азербайджана стал Нурмамед Джавадов. Он отправился на стройку в 23 года. Там он встретил не только друзей на всю жизнь, но и будущую супругу. Его историю выслушала Хаял Исебзаде. Коттедж в Подмосковье Нурмамед Джавадов построил своими руками. Всему научился на БАМе. 18 лет возводил там промышленные объекты и жилые дома. Много было молодежи. Народ был сплоченный, дружный. Друг друга все помогали, поддерживали. У меня много друзей из БАМа. Мы держим сейчас связь, по интернету разговариваем. На БАМ Нурмамед Джавадов поехал в 1975-м. К этому моменту он уже отслужил в армии и окончил Бакинский строительный институт. Я как-то зашел в комитет комсомола района, в котором я жил в то время. А там у меня одноклассник секретарем работал. Но он говорит, БАМ набирается людей, там специалисты требуются. И то, и другое. У нас разная рядка пришла. А не хочешь ехать? У тебя как раз специальность хорошая, инженер-строитель. Его сразу назначили командиром стройотряда комсомолец Азербайджана. Более 70 человек улетели из Баку в Москву. А оттуда в Сибирь, в поселок Улька. Ну там был маленький поселок, там где-то жильцов 10, не знаю, 5-6 домов было. Ну старые-старые дома, там, наверное, охотники жили, я не знаю, кто они были. Столовая не было, было, котлопункт так называемый был. Типа такое помещение, там люди ходят. Типа вот так кино видели, наверное, да, вот ходят, вот это, очередь становится, гушают из котла. Ну а потом строили сами, столовую строили хорошую, красивую. Вечером столовая превращалась в кинозал, где Нурмамед Джаватов и познакомился с будущей супругой. Татьяна на БАМ приехала из Донецка. Ей было 24. Экономист с дипломом верила, что ей найдется работа на стройке века. Подала запрос в горком комсомола. В письме с просьбой о том, что я хочу поехать работать, мне прислали коротенькую телеграмму. Должность экономиста не предлагаю, на другую работу приглашаю. Поэтому, когда я этого, я не знала, кем буду работать, где я буду жить и, естественно, сколько буду зарабатывать. Мне это просто не интересовало. Вот чисто, ну, по зову сердцу. Татьяне повезло, причем дважды. И работу по специальности на БАМе нашла, и мужа. В 78-м родился сын, потом дочь. Трудностей молодой семье хватало, но на выручку всегда приходили друзья-бамовцы. Мы не закрывали двери. Мы, ну, в общем, это была одна семья, понимаете. Сейчас люди до сих пор поддерживают отношения между собой, потому что вот это все внутри. Вот сейчас даже я переживаю. Потому что внутри это сидит, это все осталось. И, в общем, это дурацкая. Супруги Джавадовы давно живут в России. Занимаются внуками и садом. 18 трудовых лет на БАМе называют главной магистралью всей своей жизни. Строители отряда комсомолец Азербайджана возвели на БАМе два поселка. В одном из них увековечили память Гейдара Алиева, который возглавлял комиссию по строительству магистрали.